Здравствуйте 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я вообще с этой штукой первый раз Тут у меня это был Этот как его телефон Вот здесь вот стоял Так, а сейчас еще, чтобы двое с кем-то, да? Да, потому что, чтобы вам не ходить чаще Сейчас, да давайте подожду Сейчас они пройдут Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот, вот, вот Вот, заведительская вывеска осталась Все время Видите, арочки и своды Сейчас такую же не строят Это вот старый подвал Вот два брата, которые Купцей торговли занимались В общем у нас купечество заменило дворянство Дворянство эпохи уходило с Евгением Онегином. Пили, гуляли, стреляли, больше ничего не занимались. Купцы у нас занимались делом. Было чем торговать, были деньги, ездили за границу, там обучались, там привозили мебель, одежду, в общем. Купцов, похоже, не было. Даже вот костюм висит, обслуживающий персонал. Видите, как он цивильный. Заходите. Я вас тут не запру. Вот денежки у нас до сих пор находят фундаментов. Купцы их скручивали, заворачивали во что-то, и, в общем, заначки делали. Кто сгинул, кто за границу уехал, денежки остались. Вот интересный список, что можно было купить на копейку в Царицыне. Шесть огурцов малосольных или соленых. У меня дома полкопейки, это еще три огурца. А вот четверть копейки, это еще полтора, для любителей торговаться. Иногда на базаре стоят, да, каждую публичку, вот у торгового, вот этот самый. Рабочий в день получал 90 копеек. Так что если не пить пиво за 10 копеек, водку за 40, можно было за месяц что-то собирать. Но семьи были от 7 до 15 человек, поэтому все равно все проедалось. Вот рядом у нас это Дубовка, район. Купцам там же положили построить железную дорогу, они отказались. Мы говорим, да, так хорошо живем, нам не надо. Тогда положили железную дорогу в Царицыне. Приехали братья Нобили, привезли трубы, пластинки. Пошла торговая. Тут было чем торговать, желание было. Но теперь в Дубовке до сих пор переживают. Потому что у нас город Миллионник, а у них как была Дубовка. Три дома, два инвалидов. Так и осталось. Ничего, в общем-то, не разрослось. На Миллице Гергарта, если вы были, он тоже участвовал с этими братьями в Доле. В Царицке тогда был 7 тысяч человек всего живой, небольшой город был. И обеспечивался весь оболон Кирилоса. Все туда свозили и делали. Приезжали как-то японцы, обещали нам это залить стеклом, чтобы она не рушилась Миллица. Но наши что-то подумали, отказались. Еще они обещали-то почистить Волгу. Но с условием, что найдут там, то оставят все себе. Наши не оставили, потому что в Волге у нас и Разин был, и Пугачев. Много чего можно найти. Отечественная война до сих пор. У нас кости мамонтов выбрасывают. Скелеты после Отечественной войны, этих красноармейцев. Так что тут много чего. В общем, самим пока некогда, другим тоже не тратим. Но, кстати, не одним мы отказали. Много отказало городов, кому предлагали Непонию. Сейфы заводились в Германии. Тут у нас тоже немецкая слободка в Саректе. Еще у нас собирали батареи со Сталинградской панорамной. В смысле, со Сталинградской битвы остались. У нас же новодел, все построено в 50-е годы. Город Загово. На старых подвалах это новый город, что называется. Еще у нас собиралась машинка «Зингер». Все запдетали везлись из Германии. Как ни странно, машинка американская. Почему-то в голове осталось, что она немецкая. У всех ножные, ручные и полные музеи. У нас тут все в большом количестве. Касанцы торговали с Францией. Они у нас покупали раков и лягушек. Потом отказались в связи с санкциями. Такие лягушки не такие, вот маленькие. Прямо вот если ее растянуть, она по 38, по 47. Это самая велогромная. Ну вот, не будем. Ну, раков мы сами любим. А с лягушками у нас свои отношения. Мы с ними целуемся, мы на них женимся. А вы берите своих улиток. Мы не хотим. Все равно все дорого. И 3000 стоит килограмм раков. 7000 икра черная. Там, пожалуйста, рубль 80. Ну, мясо и масло, конечно, и тогда было дороговато. Зато корова 8 рублей. Да, лошадь 150, машина 2000, пожалуйста. Так что, как приехали братья Нобили, у нас тут машины появились. И коровы, и что хочешь. Дорговля пошла. У нас сейчас очень хорошие узелы железнодорожные. Всегда логистика была хорошая. Начиная с Царицына и Сталинграда. У нас связь буквально со всеми городами по Советскому Союзу. Ну, исключай, конечно, моря и океаны, а так вот по суши. Катакомбы под городом остались очень много. Правда, их заложили, чтобы идиоты не лазили. Не взрывали их, нечаянно. Не взрывали со всякой вилой. Там, кто не знает, что у нас тоже не может быть. В прошлом году был закон. Здесь нет, не добавить. Здесь нет, а то есть интересные музеи. Сначала музей, потом в одном из всех остальных. Постой, я не знаю. Спасибо. 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 У вас с той стороной зала закрыты, да? На реконструкцию, да? Только вот туда вот можно. Там... А, вот один зал этот, да? Спасибо. тут вот за 42 год карточки а их 90-х тоже были такие же карточки от завода тракторного давали помните да в начале 90-х там 91 вот наверно по 93 до свидания до свидания а 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